На сегодняшний день продолжается выплата заработной платы за февраль. При общем фонде оплаты труда 22,3 миллиона, на сегодняшний день выплачено 13,3 миллиона. Это почти 60%. Остаток составляет 9,3 миллиона. Задержки с выплатой связаны с тремя факторами. Первое, как я уже неоднократно говорил, это действие постановления Кабинета Министров номер 217, в силу которого у нас остается всего лишь 7% от оборотных средств. И мы не располагаем необходимой суммой для покрытия, в первую очередь, социально защищенных статей расходов заработной оплаты и налоги. Второе, это повышение цен на энергоносители. С ноября по февраль месяц сумма убытков нашего предприятия составила 336 миллионов гривен. Третье, это задолженность потребителей за потребленную тепловую энергию. По результатам уже марта, по состоянию на сегодняшний день, общая сумма долга потребителей населения за тепло составляет 700 миллионов гривен. Нет, мы должны только за февраль и, ну, соответственно, уже и за март тоже, но я имею в виду, что за январь заработная плата выплачена полностью. Мы должны за февраль, должны людям сумму около 9 миллионов гривен. По мере поступления все денежные средства, которые поступают на предприятие, направляются на выплату заработной платы. Других источников у нас на сегодняшний день пока нет. А ситуации мы проинформировали город, попросили финансовой помощи, но пока так. С сегодняшнего дня на предприятии начинается проведение гидравлических испытаний. Пока мы идем по плану, поэтому пока я на сегодняшний день угроз не вижу. Продолжение следует...